Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Мы продолжаем разговор о внутреннем христианстве, тем более, что этот разговор крайне актуален в период Великого Поста. Сегодня у нас вновь в гостях преподаватель философии Сергей Григорьевич Кредич. Здравствуйте, Сергей Григорьевич. Добрый день. Мы с вами очень так обширно и, можно сказать, крупными такими мазками, широкими мазками наметили разговор в прошлой нашей встрече о том внутреннем христианстве, к которому призван каждый из нас, ученик Христов. И вот я уже в прошлой передаче анонсировал, говорил о том, что, по сути дела, все христианство, оно как бы исихаско. То есть мы назвать можно было бы как угодно, просто в 15 веке окончательно закрепилось это название, да, исихазм, священное безмолвие. Ну, а, по сути дела, практика такого размыкания себя на пути к божественной благодати, некое представление о новом человеке, некая новая антропология, новое учение, о понимании личности человеческой, о том, в чем она заключается, какова цель христианской антропологии. То есть вот это все бродило-бродило-бродило, каким-то образом по-разному осмыслялось, в 15 веке сформулировалось в учении исихазма. И поэтому крайне важно Великим постом нам об этой практике напомнить, об этой практике очень глубоко серьезно поговорить. Итак, ну, начнем с того, что мы еще как бы на пути к чему мы, как православные христиане Великим постом, да, Христос умер, воскрес, вознесся и возносясь, он, собственно говоря, оставил некое завещание, некий завет, да, то есть согласно которому содержанием и назначением человека должна стать некая новая жизнь. Новая жизнь предполагается во Христе. И об этом он, собственно, говорит во время своей проповеди, во время, об этом он, собственно, говорит своим ученикам на Тайной Вечере. И об этом начинают говорить в том числе его ученики апостолы после его вознесения. Ну, самыми яркими цитатами апостола Павла являются «Уже живу не я, но живет во мне Христос». И вот это, собственно говоря, я так понимаю, есть некая устремленность к подлинной настоящей новой жизни. Вопрос. Все-таки, да, давайте для наших людей, телезрителей, которые вряд ли знакомы с трудами и Григория Паломы, и Анны Лествичника, напомним о том, в чем же заключается суть. То есть такое теоретическое обоснование учения исихазма. То есть, ну, опять же-таки, исихазм ни в коем случае не теория. Вот по этому поводу я хотел бы процитировать две реплики из религиозно-философских собраний Петербурга начала XX века, когда была как раз попытка такой амбициозный проект заключить в одном помещении, значит, интеллигенцию и священнослужителей таких ученых, чтобы они как-то вот нашли общий язык. И, среди прочего, там поднимался вот этот вопрос, и, значит, профессор Тернавцев упрекал церковь, что, вот, дескать, нет у вас антропологии. То есть где мне найти вменяемую христианскую антропологию? На что епископ Сергий, будущий патриарх как раз от Строгородцев, сказал, ну, позвольте, церковь не занимается отвлеченным теоретизированием. Антропология у нас есть где? Она у нас есть в гимнах, и она у нас есть вот в богослужебной практике. То есть это ни в коем случае не теория. То есть человек это вот животное. Человек это существо без перьев, с плоскими ногтями. То есть, ну, мы не удваиваем реальность. Христианам это не надо. Христианам нужна практическая вот такая методика, если угодно. И тут мы наталкиваемся уже на первое противоречие. Потому что в этом плане, вот в плане духовности и внутренней жизни у нас совершенно нету технологии. То есть если вот свидетель Григорий Палама это все описал в триадах защиты священно безмолвствующих. То есть, опять же, он не ставил себе целью написать большую толстую книжку о Боге и стать уважаемым человеком. Нет, он защищал вот тех, кого он полагал неправедно претерпевающими. А Иоанн Лествичник попытался представить вот эту, если угодно, технологию, но весьма условно. То есть, что мы не должны сразу требовать обожжения. Вот одна из любимых мыслей у меня из святоотеческого наследия, что грех Адама заключался в том, что он прежде, чем стать Богом, не озаботился вот стать просто нормальным, хорошим человеком. То есть, выразить все три грани человеческой природы. То есть, вот довести их до зрелости, лишь потом приступать к обожжению. То есть, та же цитата, что мы не вливаем вино нового в мехи и ветхи, ну, потому что человек просто это не вместит. В общем-то, мы всякий раз, говоря о богопознании, неизбежно оговариваем, что Бог не познаваем, это часть учения церкви, и ни в коем случае мы не можем утверждать, что мы можем познавать Бога по сущности. Нет, нет, нет. Мы являемся образами Божьими, мы призваны стать подобием Бога. Соответственно, у нас есть некие задатки, которые хорошо бы развить. Причем правильно надо напомнить о том, что вот эта задача стать подобием, она изначально. Да. То есть, это не то, что приносит Христос, и говорит вы образ и подобие. Это сверхцель, сверхзадача, с которой человек сотворяется Господом Богом. Потом на момент грехопадения он вынужден вот этот вот антологический разрыв преодолевать. В конце концов, его преодолевает сам Христос. Вот, антологический разрыв имеется в виду между Богом и человеком. Ну, он вообще-то и в раю тоже был. То есть, и там тоже творение далеко, в общем-то, не тождественно творцу. Только вот тогда это было не критично, это было не трагично. А вот после изгнания из рая, когда мы читаем, что Господь одел Адама и Еву в кожаные ризы, то есть, их природа огрубела, то есть, помимо дисгармонии, вот, основных задатков человеческой природе, вложенных творцом, еще и вот появился вот действительно тогда антологический разрыв с того же трагедией. Вот, ну, как, например, мужчина и женщина, они все-таки разнятся, в том числе, ну, антологически в плане вот того, что разница между нами не сводится к пресловутой главе из учебника анатомии, а все-таки это вот как-то другое ощущение мира. Не то, что прям кардинально другое, но не такое. Вот так же и тут. Вот тогда это не было трагедией в раю, то есть, как сейчас, не является трагедией вот разницы между мужчиной и женщиной. А потом вот это стало трагедией чуть ли не как, ну, собственно, у многих святых отцов мы встречаем мысль, что мы стали более родственны животным, чем ангелом, и в этом, собственно, не то чтобы проклятие, но вот тот антологический разрыв, который воистину надо преодолеть. И преодолеть мы должны его начинать преодолевать внутри себя. То есть никакая внешняя атрибутика, то есть там всякие, опять же, возвращаясь к язычеству, татуировки, принадлежность к клану, принадлежность к традиции, то есть там не крест, не абы какой крест, а Соловецкий крест, или там Валаамский крест, или вот еще что-то вот такое. Не просто богослужение, а богослужение на знаменого распева. То есть вот этот вот антураж, статуарность и внешнее, вот оно в какой-то момент помогает, а бывает так, что наоборот, закрывает великий смысл. И мы слушаем уже не сам текст песнопения. То есть вот Сергей Старгородский ведь правильно сказал, что антропология у нас есть, она практична, она вот в гимнах, и она в опыте молитвы. И к этому призван человек. А человек постоянно вот как-то подпадает под власть этого внутреннего язычника и начинает там раскладывать пассианс на подсвечники, да, то есть сидит как бы за свечками вроде как, благочестивая практика, это должен кто-то делать. Вроде бы заботится о храме, о том, чтобы не коптил. Но вот служба проходит мимо. То есть вот те гимны, которые выкристаллизовывались тысячелетним опытом церкви, вот мимо. И в этом плане согрешает христианин, который не развивает в себе интеллектуальную составляющую. То есть он не понимает гимны, которые поются. В некоторых приходах пытаются как-то с этим бороться, раздавая иногда переводы, а иногда просто ксерокопии того же актоэха, который вот поется в данный момент. Это хорошая практика. Ну, я бы вот здесь вот риперную точку определенную поставил для наших телезрителей, да. То есть первый флажок, который бы нам надо поставить, что практика самосозидания, практика преподобия, да, то есть стремление к подобию, стремление к соединению с Господом Богом, это не практика избранных священников, монахов, там, не знаю, епископов. Это практика для всех православных христиан. Если христианин ее избегает, то, о чем мы с вами разговаривали две недели назад, о, да, о некой ереси, да, которая сформулирована как Гнусио Махи, то есть когда человек пренебрегает знанием, когда человек считает, что сам процесс познания греховен, вот, он, это ересь. То есть нельзя быть успокоенным на уровне, что я знаю, где ставятся свечки за здравие, где за упокой, и я все понял о христианстве. Христианство о чем-то другом. Вот теперь, наверное, стоит перейти вот дальше как раз к содержанию внутреннего христианства. В чем оно? Итак, вот внутреннее христианство, оно как раз в попытках заполнить ту пустоту, которая в нас есть. То есть это вот как раз-таки антологический момент нашей природы, что мы были задуманы творцом как райские создания вообще-то, но оказались вот в той ситуации, в которой оказались, и испытываем вот эту пустоту в душе. Пустоту можно пытаться заполнить разнообразнейшим, но она может правильно и продуктивно быть заполненным. Вот, когда человек, наконец, чувствует, что он нашел фундамент, якорь, и успокаивается. И в этом плане, опять же-таки, есть большой соблазн, что христианство может быть изучено как традиция. Вот это вот... С одной стороны, гоносиомахию мы осуждаем, когда человек отказывается вникать в символику иконы, разбираться в истории богословия, как-то говорит, нет-нет, вы знаете, меня об этом не спрашивайте, идите к батюшке. Это плохо. С другой стороны, это также плохо. Ну, воистину, православие — царский путь. Мы избегаем обеих крайностей. И свидетель Григорий Палома пишет как раз о внутреннем сосредоточении, что христианин должен иметь опыт богообщения через молитву, он должен это накапливать. Но аскетическая традиция, опять же-таки, нас неизменно предупреждает, что помните, что возможны многие искушения, не все, что сверху, то от Бога. Надо иметь дар развлечения духов. Да и, собственно, мы в Писании Пифрама читаем, что духи злобы поднебесной. То есть демона не где-то там в аду, в центре земли, где кипит магма. Ни в коем случае. Это как раз вот то, что нас окружает подобно воздуху. И надо быть очень осторожным в духовном делании, потому что, во-первых, это трудно приобретается, а во-вторых, это очень легко теряется. И второй момент в этом, ну, как говорится, внутренняя молитва, и второй момент — это непрестанное трезвение и концентрация вот на собственных движениях души. То есть и вот святитель Григорий поломал в своих триадах защиту священно-безмолвщих как раз и различает вот эти два вида знания. Что есть знания описательные, ну, как, например, вот, опять же, он ведь не придумал все, как Толкин придумал про войну кольца, и вот он такой замечательный писатель, все сам. Нет. Святитель Святой Григорий, он отсылается неизбежно к предшествующей традиции. Что, во-первых, это растет еще из Ветхого Завета, то есть слушай себя, внимай себе. Это как раз вот Моисеева заповедь еще. Проходит через Ветхий Завет, проходит через Новый Завет, через вот Первые века, через вот апостольских мужей и так далее, и так далее, и так далее. И он цитирует замечательно, например, Василия Великого, что в целом, возможно, не будет больших огорчений от того, что мы не познаем каких-то тайн устройства океана. Но если мы не познаем устройства нашего сердца, вот это будет гораздо большей трагедией. И в этом, кстати, опять же, есть вот такое искушение, когда человек посещает всякие многочисленные курсы, там иконопись, история церкви, курсы по теологии, по миссионерскому какому-то технологиям. И совершенно не возрастает в науке наблюдения за собой. Вот тут еще важный момент, почему Палама не был понят в должной мере на Западе. Потому что там был неверный перевод, когда Палама писал «Энергия», переводчик не нашел другого слова, кроме как «акт». Так вот в этом-то и состоит фундаментальное значение. То есть если мы судим по поступкам, мы уже попадаем в тиски. Вот ситуация не может быть рассмотрена, кроме того, ну как вот, ну вот, убил старушку Раскольников. Вот это акт. Но как раз-таки Достоевский говорит, что вот его энергии, его, его движение души, его вот устремления сначала довели его до мировоззренческого решения, что от смерти старухи-проценщицы всем это будет только лучше. И только потом уже произошел акт убиения старухи-проценщицы. И вот надо всегда различать, что является причиной наших поступков. Если мы будем анализировать просто поступки, мы всегда это все сумеем объяснить и самооправдаться. А вот если мы будем следить за нашим сердцем, и тогда получается, что наше сердце не восполняется от чтения акафистов, хотя читать акафисты надо, от посещения богослужений, хотя надо посещать богослужения, от паломничества, хотя, опять же-таки, если есть возможность совершить паломничество, его надо совершить. Но вот концентрация должна быть на том, что все вот эти вот способы, которые предлагает церковь, пост, молитва, акафисты, размышления над житиями святых, которые предлагаются нам в течение Великого поста, это инструменты. И мы не можем ожидать, что нас спасет топор, ложка, причем важно понять, что исихазм как практика, то есть как внутреннее христианство, как вот способ достижения того самого единения с Богом, предполагает некоторые ступени. И вот то, о чем вы говорите, это всего лишь первая ступень, когда мы себя за собой следим, когда мы следим за некими причинами, руководящими нас в поступках тех или иных, или это то, что хорошо, наверное, знакомо нашим телезрителям и всем православным христианам, практика исповеди, практика покаяния, то есть когда мы рефлексируем о себе, мы себя понимаем, и, соответственно, то, о чем мы с вами говорили до передачи, пытаемся выйти из зоны горизонтали, то есть себя определенным образом оторвать от земли, от этого горизонтального мира, от этой плоскости для того, чтобы приобрести плоскость вертикальную. Ну, впрочем, я перебил. Ну, собственно, вот тут действительно у нас неизбежно связаны триады защиты священно-безмолвствующих, что ищите истинного знания. И Лествица, собственно, игумена Синайской горы. И, опять же, по логике поста от размышления о Паламе мы переходим к Лествице, и каждый христианин должен ее перечитывать в течение своей жизни, ну, как минимум в течение Великого поста, например, где говорится о том, что не думайте о себе слишком хорошо. Это тоже вот язычник, он же горд, что все хорошо, полностью горизонтальное измерение. То есть я либо такой же, как мои прадеды, деды, и вот рот мой до 14-го колена, и я уж точно не хуже. И это придает мне уверенности, что я принадлежу к этой общности. А когда мы вдруг обретаем вертикальные измерения, то вот этот вот горный воздух свободы, он лишает комфорта. Это то, где не хочется находиться, где холодно, где неуютно, где... И, собственно, Иоанн Лесович не говорит, не пытайтесь сразу со всем бороться. То есть это заведомо утопичный проект, что вот и пить брошу, и в спортзал запишусь, и жене перестану изменять, и на работу буду приходить вовремя. И вот все это буду делать с понедельника. Человек делает и надрывается за первые два дня. То есть надо делать аккуратно. То есть сначала там отучить себя, например, от сквернословия, потом попытаться там привести себя в дисциплину в отношении времени там и так далее. Это шажок за шажком. И страсти выкорчевываются постепенно, с большим трудом. И после выкорчевания страстей, то есть мы находимся в отрицательной шкале, мы должны сначала вернуться к нулю, чтобы принять Господа, то есть чтобы приготовить себя. То есть опять же мы видим, что когда изгоняют бесов, и бес ходит и не находит себе места, возвращается и видит, что человек приготовлен для него, как дом, который выметен, чист и так далее. Берет семь излишек. Что мы можем предложить? То есть если Господь просто не может иногда вот войти туда, где нету для него места. А это место сердца как раз. Не внешний альбом с Кристин, не Инстаграм полный селфи со святых мест. Там Господь не может, ну не то, что вот как это ограничивает его всемогущество, а он там совершенно не нужен. Там все самодостаточно без него. Там все продумано, замечательно. Так же, как и вот, ну простите, это и есть такая пресловутая зона комфорта православных, которая ходит по одной колее. Что вот типа Масленица, Прощенное Воскресенье, и дальше, соответственно, вот березочки на Троицу, вербочки. Да, вот это то, что мы с вами успели обсудить тоже до передачи. Можно, в принципе, порекомендовать, почитать это интервью отца Алексея Уминского, московского батюшки, которое называется «О хождении по церковному кругу или хождении за Христом». Когда у людей он критикует, будучи, опять-таки, в праве, потому что он находит, если бы этот человек сторонний критиковал, не знающий христианство изнутри, можно было поставить под вопрос. А так как это пресвитер, вот, так как это священнослужитель, он имеет право своими наблюдениями поделиться, и он делится теми наблюдениями, что современный христианин, вот то, о чем, да, вы сказали, ходит по хорошо намеченному, благополучному, богослужебному кругу. То есть человек внутренне успокоен, что он христианин. Вот сейчас время черного платочка, скоро придет время красного платочка, вот, красный платочек сменится белым, потом после белого зелененький, да, то есть вот они Вознесение, Троица, и так далее. Голубенький, не забудьте, очень важный цвет. Да, 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 да. Вот, и никто, опять же, над этим не глумится, не смеется, но когда этим исчерпывается христианство и православие, очень большой вопрос, а ходит ли человек вообще ко Христу и за Христом. Потому что это такой благополучный круг, из которого Христос вытеснен на периферию. То есть, и войти-то, тоже вот очень интересно, что вы вспомнили эту фразу евангельскую, да, что вроде бы дом-то выметен и пуст, и туда, по идее, ведь может вместиться Христос, почему Господь, да, почему туда Господь не поселяется, потому что человек только вымел все, но условий для того, чтобы там Господь пребывал, не создал. И вот, по сути дела, правильно я понимаю, что и сихазм, это и есть создание определенных условий, при которых Господь входит. Вот. Ну, да, то есть это вот как раз внутренняя работа над собой, которая, впрочем, никак не гарантирует. То есть, я еще раз повторюсь, вот, к сожалению, вот если бы была технология вот этого вот личной встречи с Господом, то вот надо было бы ее практиковать. Но, к сожалению, мы не можем прийти вот к игумену Синайской горы и сказать, а давай вот мы пастимся, прям вот открываем каждый помысл тебе, не разлучаемся вообще все время вместе, и на Пасху мы гарантированно узрим свет божественных энергий. Так вот ни один духовник за такое, разумеется, не возьмется. И в известной степени это хорошо, потому что, ну, собственно, религия, она не технологична. Технологичен, ну, серьезная религия, технологичен шаманизм, когда шаман гарантирует. Технологичен, простите, тот же язычник, который принес жертву, омылся в этой крови и успокоился, потому что он омыт жертвенной кровью, все остальное не имеет значения. Ну, так и востребован, это как раз именно именно ритуал востребован. И если мы не приготовляем себя, то Господь ничего не может с нами сделать, потому что у него, как бы, ну, не за что зацепиться. И вот тут мы поставим многоточие, потому что на сегодня время нашей передачи истекло. Просто кратко еще раз резюмируем, и, может быть, даже закинем удочку в следующую нашу встречу, передачу, что христианство и тот великий пост, который сейчас современные христиане проходят, это, собственно говоря, и есть попытка первой ступени эсихазма, то есть попытка разомкнуть себя, попытка себя понять, попытка себя исследовать, рассмотреть себя как вот этот вот образ и подобие, как некий вектор, да, который нам Господь задал, двигаюсь ли я этому вектору, хотя бы начать этот путь саморефлексии, самоанализа. Это очень важная задача, и если, опять же таки, человек ее избегает, он избегает самого христианства, христианином он не является. В следующей нашей передаче мы поговорим о том, чем все-таки эсихазм, например, отличается от медитативных практик буддизма или любых других религиозных практик, практик суфизма того же самого и прочего. Поговорим в том числе о некоторых все-таки содержательных частях, да, о молитве, о сосредоточенности, о внимании. Смотрите нас в следующий вторник в половину девятого вечера, дорогие друзья. На сегодня мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин